Дрэк Итак, продвинутая йодометрия Это очень-очень интересно, нужно И эта идея возникла не на пустом месте А благодаря внуковой уважаемой Марии Которая и навела нас на эту самую лизу Сначала давайте что-нибудь подпишем А потом опять напишем И все у нас будет хорошо Так, Маш, раз идея была ваша, вам и отдуваться Прошу вас на сцену Про свою неправильную тюрьму? Я вам буду сейчас все подсказывать А вы будете все это дело писать И пытаться объяснять Так, давайте-ка напишем сначала Центральное взаимодействие, которое лежит в основе йодометрия Во что там йод превращается туда-сюда? Йод превращается, соединяется с натрием Натрия йода Сначала давайте-ка попроще При тестировании теосульфатом Мы что делаем? Когда мы в прошлый раз с вами определяли кислород У нас йод переходил из одного состояния в другое Одно, это был молекулярный йод-2 Второе, его восстановленная форма Согласны? Пишем реакцию Давайте напишем ее в общем виде Плюс некий Некий восстановитель И у нас получается восстановленная форма йода И, соответственно, окисленная форма восстановителя Согласны? Каким образом мы эту реакцию проявляем? Аналитический сигнал за счет чего получаем? Изменение окраса Да, изменение окраса чего? Раствора йода Вследствие добавления куго Вследствие добавления крахмала Да Почему, кстати говоря, каким образом образуется синий окрашенный продукт? Что он из себя представляет? Это, кстати говоря, очень интересно Мало впитывающий йод В рамки крахмала впитывающий амбулярный йод? Ну, можно сказать, что так Это очень интересное химическое соединение Не стихиометрическое И в некотором смысле оно близко к комплексным соединениям Но, опять же, поскольку оно не стихиометрически возникает То называют их отдуктами Что такое крахмал? Крахмал Крахмал Это сахарид Полисахарид Полимер Полимер Чего? Глюкоза Да Полимер Глюкоза 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 Структурная Глюкоза 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 По-моему, я что-то некально дышу. Причем, если сюда не стрицать, то все сразу станет правильно. Ну и здесь тоже должно быть OH. Только OH не сразу, а через небольшой радикалчик. И таким образом у нас замыкается... Следующую глюкозу нарисуем. Тут только в ногах, по-моему. Немножечко нарисовать, чтобы это была глюкоза. Кто там с чем замыкается? Немножечко вода, ушла водичка, образовалась связь. И дальше цепочка продолжается до бесконечности. То есть у нас получается с вами... Некая цепь. Некая цепь, из которой торчат... Много-много гидроксильных радикалов. Гидроксильных функциональных групп. Некая цепочка. То есть это как бы полиспирт. Очень-очень многоатомный спирт. Йод в водном растворе, когда у нас присутствует вот такое равновесие. А такое равновесие у нас присутствует практически всегда. Потому что воду мы используем не абсолютно химически чистую. Из атмосферы туда залетает все что угодно. В том числе и то, что может восстановить йод из молекулярного состояния до иодида. То есть некие следы иодида всегда будут в одном растворе. Йода у нас присутствует. Что получается? В результате взаимодействия йода в одной его инкарнации с йодом в другой его инкарнации получается очень интересная штука. На что похожи молекулы йода? Двухатомная молекула, соединенная одной эквивалентной связью. Ну, ни для кого не секрет. Подтягивается иодида. Каким образом кислород растворится в воде мы с вами разбирали. Что такое наведенное диполе мы с вами разбирали. Поэтому ничего не мешает одинокому, хотя не очень одинокому на самом-то деле, а гидротированному всему покрытому шубу из молекул воды иодида иону в своем цельном отрезательном заряде немножечко поляризовать молекулу йода и столкнуть его электронное облако немножечко влево. Почему это вообще в принципе может происходить? Потому что с точки зрения, например, вот этого атома йода, когда в них врежется на некой скорости иодида ион, ну, как вы помните, вся химическая теория основывается на том, что химическое взаимодействие разных веществ осуществляется за счет столкновения молекул. Вот они врезались и если скорость их столкновения была достаточно велика, то есть они обладали достаточной кинетической энергией для того, чтобы начать взаимодействовать, то тогда это взаимодействие и начнется. Вот, предположим, этот иодид ион двигался в растворе и прямо врезался в растворенную в воде молекулу йода. Произошло формирование наведенного диполя в молекуле йода и в результате этого этот ион у нас отрицательно заряжен, у него целый отрицательный заряд, возникла некая водородная связь. Для центрального атома йода, что этот йод, что этот йод, по большому счету равнозначно. И в результате у нас образуется вот такой вот комплексный ион, состоящий из трех атомов йода. Вот именно в таком виде, собственно говоря, йод и присутствует в водном растворе. Молекул йода-2 в водном растворе нет. Он весь присутствует в виде комплексного снатолу. И когда вот такая вот красава у нас попадает в окружение крахмальных молекул. У него на счет завязки? Конечно. Это я такое лирическое отступление не делаю большое. Здесь все водороды у нас будут частично положительно завяжены. Согласны? Потому что гидроксильную группу мы можем рассматривать как вариант молекулы воды. Где вместо одного водорода у нас присутствует некий радикал. Ну, в данном случае радикал будет гигантский. Но с этой точки зрения это не важно. Пусть там хоть целый Юпитер к нему будет присобачен. Но для нас важно, чтобы к кислороду присоединен водород и еще кто-то. Да, поэтому все свойства молекул воды здесь будут сохраняться. Соответственно, здесь у нас положительные заряды на водородах. Здесь у нас распределенный отрицательный заряд единичный по трем атомам. То есть везде, можно сказать, по одной трети отрицательных зарядов. И, естественно, будут возникать водородные связи. Но это я здесь так нарисовал очень упрощенную картину. Да, как вы помните, сам по себе крахмал, как поле захарит, имеет довольно сложную структуру и сложно организованную в пространстве. И вот расстояние между атомами йода в этом комплексном унионе таковы, что наиболее стабильная структура будет получаться, когда спираль цепочки крахмала будет обвиваться вокруг него. То есть образуется такая спиральная структура, внутри которой будут находиться анионы йода-3. И вот эта вот структура, такие соединения называются абдуктами, то есть, ну, грубо говоря, добавками, она и будет иметь синие окрашивание. Это вам в качестве просто развлекательной информации, каким образом возможно осуществление химической связи. Так, машинка, ну, давайте продолжим дальше. Добавляем крахмал, да, раствор у нас окрашивается в синий цвет, после этого мы добавляем титрант, в нашем случае титрантом у нас был тиосульфат натрия, да, вот здесь, и в процессе цитрования у нас раствор отсвечивается, потому что у нас все йоды превращаются в иодины. Собственно говоря, это и было аналитическим сигналом, к концу титрования, все, стихиометрию мы знаем, соотношение всех компонентов при проведении реакции мы знаем, все, мы легко посчитали в результате все цепочки взаимосвязанных реакций, мы просчитали, выяснили количество кислорода, который у нас там происходил. Теперь мы будем использовать тот же самый базовый метод йодометрии, основанный вот именно на этом превращении окрашенного продукта в неокрашенный, но, собственно говоря, оно может работать и в обратную сторону, ничего не мешает сделать, да. Для другого определения, там мы определяли кислород, да, кислород сильный окислитер. Здесь мы попробуем провести количественное определение восстановителя. Восстановителем у нас будет ардегид. Ну, в нашем случае это будет уксусный ардегид, но, как вы понимаете, ардегид может там быть любой, да. Для вас это может быть формальдегид, который очень близок к вашему сердцу. Просто йодом окислитель ардегид не получится. Силы окислителя молекулярного йода не хватит. Но у йода есть очень интересное свойство. Ну, такое свойство, в принципе, есть у всех глагинов. Просто у йода оно выражено гораздо больше и реализуется при нормальных условиях. Давайте, как ваш инопринтежитель, что получается, если молекулярный йод вмещается в щелочную среду. Давайте пока без ардегида. Сначала просто с йодом разберемся, что там получается. Потому что это ключевой момент вообще всего процесса. И то, что у нас осталось, осталось у нас просто йодом. Не, не просто. Ставим степень окисления. Давайте у йода. Напоминаю, да, что мы сейчас с вами находимся в рамках темы окислительно-восстановительных процессов. А у нас требуется один. У нас требуется один обычный. Ну, да. Так. Получается пять. Угу. Спять. Тут у нас шесть. Т.е. Что с йодом получилось здесь? Он принял по себе... Принял? Он отдал. Нет, нет. Отдал электроны. Его положение в плане его электронного богатства существенно ухудшилось. Электроны он отдал. А кто же их принял? Если он отдал, то я он отдал кому-то. Такое подозрение, что другую йод. Да, конечно. Йод в вашей планете это прописано. Ну? Там же получается еще йодом. Ну, наверное, не два. Давайте не будем ставить коэффициенты. Ну, наверное, если вы хотите написать йод, то логично, что в щелочной слезе он будет сразу нейтрализоваться. Да? Ну, натрий йод. Там, где в результате некоего химического процесса степень укисления одного элемента из промежуточных, превращаясь в йод, когда вещество само себя окисляет в основном. Один йод в данном случае электроны отдает, превращается в йодат. Другой принимает, превращается в йод. Как называется такой тип реакций? Диспропорционированный. Ага. Там же еще в продуктах должна быть еще вода. Вестима. Сейчас мы с вами с вами с этим разберемся. Тут еще неплохо было бы и коэффициентика расставить. Ну, сейчас мы это и сделаем. Хочу сделать небольшое лирическое отступление, да, что мы с вами будем разбирать упрощенный вариант этой реакции, которая как бы протекла до конца. На самом деле там все гораздо сложнее. То есть, йод в фиолочной среде будет диспропорционировать сначала до такого, до гипоиодита. Один электронный забрал, другой электронный дал, да. Здесь у него будет степень костения плюс один. Согласно? Но гипоиодит в фиолочной среде диспропорционирует дальше, распадаясь на еще одну порцию иодидов и увеличивая свою степень кисления от плюс один до плюс пяти. Для простоты мы с вами не будем рассматривать все промежуточные продукты. Это, опять же, тоже сильное упрощение тех процессов, которые там происходят. Но невозможно разбираться каждый раз деля любой процесс на все менее и менее значимые части, потому что иначе мы тогда уйдем в бесконечность. Поэтому мы будем рассматривать этот процесс вот в таком варианте, как написано на доске, то есть диспропорционирование. У нас идет вот таким вот образом. И теперь, глубоко уважаемая Мария, продемонстрируйте нам, пожалуйста, мощные скиллы по составлению электронно-ионного баланса и подбора коэффициентов окислительно-восстановительного процесса. Все вы должны этими скиллами, собственно говоря, в соответствии со школьной программой обладать свободной формой. Вот так, вы можете меня не очень до конца поняли, да, то, что вы хотите дорисовать, я примерно понимаю, да, что вы хотите сделать, сейчас у нас задача гораздо проще создать, поставить полуреакция и методами полуреакции уравнять вот то вот самое уравнение, которое у нас нарисовывали на доске. Графики нам вряд ли помогут в этом деле. Да, что такое метод электронного баланса, помните? Или затрудняетесь помнить? Затрудняетесь помнить, скорее всего. Хорошо. Тогда я предлагаю вам помощь зала. Есть ли кто-нибудь смелый выцарь на веном коне спасает прекрасную даму? Машенька, это не черт, это восхищение командой. Хотела нарисовать второй график там, где из-за разницы мы получили, ну... Получили чего? Там, где, когда мы подлили фонарный бакит, там на три стола больше. Если вы не против, мы с вами об этом поговорим чуть-чуть позже, хорошо? Ладно. Ваня, давайте сделаем это так, чтобы было не стыдно. Да? И у нас нету йода атомарного со степенью окисления плюс пять. У нас есть йодат ионы. Поэтому наша задача получить из йода два со степенью окисления. Давайте начнем с первой реакции, поскольку она сложнее. Смотрите, пожалуйста, все это. Давайте пишем первую полую реакцию. Молекулярный йод два у нас превращается в... Он стал йодатом, поэтому мы пишем йодат в виде аниона. У нас тревог с ним. Плюс пять. Плюс пять. Плюс пять, ага. Значит, он потерял сорок пять литров. Ваше предложение? Да. Да, что? Потерял. Это все понятно. Ага. И куда он их потерял? Окей. Ладно, потерял-потерял, бог с ним. А кислород-то он откуда взял? Кислород. Угу. Я что к Вам пристаю так вот с этими делами, да? Потому что, ну, это, в принципе, логика и какое-то чутье химическое, которое я и надеюсь в Вас развивать. Ну, логично предположить, да, что их там будет, ну, потому что йодат там два. Очень дельное замечание. Хорошо. Давайте ядатов сразу перед ним поставим. Для начала маленький коэффициентик два. И электронность тогда сразу будет десять. Окей. Собственно говоря, это вариант просто того сокращенного уравнения электронного баланса, которое обычно делают в школах, которые изучают химию, потому что она есть в программе. На самом деле это спецкласс по народным музыкальным инструментам или еще почему-нибудь, да? Но Вы-то здесь все сфокусированы на естественных науках, как минимум, да? Поэтому Ваша задача проникать мыслью глубже. Давайте думать, откуда берется кислород. Может, он водород как-то отрывает от него? Отделился. Не прилегает просто. Ну, можно я... Вы сказали, что водород еще очень уничтожается. Он уничтожается в реакции нейтрализации, когда Вы хотели написать туда йодоволородную кислоту. Ну, тогда просто, чтобы не писать лишнее, на это дело перепрыгнули эту идею. Но в данном случае, что у нас есть в системе? У нас есть йод, который является восстановителем комодоподореза и кислителем, который... Здесь пропорционирование йода идет в щелочной среде. Согласны? Угу. Если пока мы не добавим щелочек, вот раствор йода. Мы туда щелочек не добавляем. Вот он как был, так и есть. Вот этот раствор я сам готовил. Еще у нас осень до сих пор стоит, ничего с ним не сделалось. А добавим щелочек. Мы сейчас с Вами это сделаем. Чтобы Вы не верили нас, Вам никому. Даже мне. Добавляем щелочь и... Оп! Произошло. Значит, щелочь каким-то образом вступает в химические взаимодействия. Да? Что у нас? Йод вдруг превращается в ядат и в ядет. И тут у нас откуда-то берется кислород. Ну? Я вроде Вам уже все подсказал. Есть атмосфера что-нибудь? Нет. Атмосферу здесь не прижим. Но там щелочь плавает вокруг. Еще лучше нет свойства как сообщать зарядку. Мы сейчас сообщать зарядку. Не будем углубляться в механизмы этой реакции. Поскольку там идет все через образование промежуточных пирог со соединений. Кому интересно, тот может про это поискать и почитать. Но! Давайте просто подойдем к этому чисто с бухгалтерских позиций. У нас дебет и кредит должны сойтись, чтобы в налоговую сдать баланс предприятия. Явно по кислороду оно не сходится. Ну давайте подойдем к этому вопросу. Сейчас нужно когда-нибудь засыпать начинать. Подойдем к этому даже с позиции просто перебора. Не будем пытаться развивать какие-то теории. У нас в системе есть гидроксид, есть вода. Давайте начнем с воды. Воды там явно больше. Согласны? Да. Рассматриваем эту систему. Пока не будем заморачиваться электронами, посмотрим просто по балансу атомов. Если у нас от воды отрывается кислород, что у нас остается? Водород, который будет сюда влететь. У нас должен получаться какой-то гипотетический атомарный водород. который может объединяться в молекула водорода. И этот самый водород у нас будет присутствовать в нашей системе параллельно с йодом. Идется водородом, что получится? Это водород. То есть у нас получится как бы мы сюда вот и приходим. И перейдем сюда явно клевоватым путем. Да, потому что водород вряд ли там будет образовываться. Ну окей. Запомним этот вариант. Давайте попробуем вариант альтернативный. Что у нас еще в системе есть? Что у нас есть? Гидроксид. Если мы от гидроксида отрываем кислород, что у нас получается? Переставляем ее тепло. Сейчас мы подходим к этому с позиции бухгалтера, который не знает, каким образом атомы соединяются с молекулами. Для бухгалтерии это не важно. Предположим, что кислород пошел в копилку ядата. У нас было вот так вот. И теперь стало вот так. В результате всех этих ненавязчивых подсказок, что эта реакция происходит только в щелочной среде, и что откуда-то должен взяться кислород. И что если секвестировать кислород из гидроксидов, то у нас останется вода. Мы можем прийти к заключению, что именно за счет гидроксидов у нас и получается здесь кислород содержащая молекулы. Согласны? Можем мы такое предположить? Да, можно. Почему нет? И сразу же сюда напишем, что у нас еще одним из продуктов будет вода. Так? Ну теперь давайте уравняем это все. Сюда приписываем. Ну, давайте равняйте. Окислитель. Это одна из полуреакций, Машенька. В данном случае окислитель у нас присутствует за сценой. Он будет во второй полуреакций. Три кислорода в составе геодата. Всего геодата, чтобы уравнять подъем, у нас два. Значит кислородов шесть. Да. Значит нам нужно из системы отобрать шесть кислородов. Чтобы система выглядела правдоподобно, нам надо гидроксиды превратить в воду. Так? Да. Сколько нам надо гидроксидов, чтобы… Скорее всего шесть придется здесь. Шесть нам надо вот сюда. И шесть останется. Согласны? Да. И что мне надо? Если мы возьмем двенадцать гидроксидов, то у нас получится еще шесть воды. Так? Да. Ну-ка, проверьте, пожалуйста. Сходится бухгалтерия? Какие слова сходятся? Вроде как, да. Угу. Вот у нас одна полуреакция. Давайте вторую рисовать. Вторая полуреакция, это в которой у нас йод, превращается в иодзинность. Ну, очевидно, что их тоже должно быть два. Степень некосределения ставим. Как-то у нас получилось 7 минус 1. Ну, 0. Здесь минус 1. Угу. Значит. Электронов сколько? Он взял себе один электрон. У кого там? Ну, не один, наверное, все-таки два. А, точнее, уже два. Угу. Так? Итого. Общий множитель. 10. 2. Все это дело сокращаем. Получается 5. Значит, минус 1. 5 и 1. Давайте приписывать. Пожалуйста. Вписывайте туда коэффициенты. Отлично. 5 и 5. Сейчас мы с вами, собственно говоря, немножечко позанимались вашей школьной программой. Как уравнивать и киевцетельно-восстановительное уравнивать. Отлично. Опять приписать киеводову. У ядовите. Я постоянно катую эти две кости. А, так я вот, собственно, уже эти перекрестия все нарисовал. Может, сюда. Смотрите. У нас Юр 5, а тут еще один. Так? Значит, 6. Так. 6. Так. Угу. 6. Так. Там, где-то, 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 где-то. Дальше. В левой части. 12. Значит, эти. 12. Значит, эти. 12. Маша, вы не то смотрите. Мы зачем вообще занимались вот этой вот занудной фигней, этой бухгалтерией? Да, так давайте их просто и чисто механически их туда и записывать. Угу. Угу. Так. Угу. Так. Ну, сейчас посмотрим. И? Пять? Угу. И их тут в два раза больше. То есть здесь. Так. По натрию мы вмещаемся. Да. По натрию мы. Да. По натрию мы. 10 и 2. 12 и здесь 2. 12. И здесь 2. 12. 12. Угу. Угу. Вроде их вообще без себе никакой натрию. Так. Ну, и теперь для того, чтобы было красиво, я предлагаю все немножечко сократить. Явно у нас цифровые значения здесь какие-то измешивали. Ну, собственно говоря, множите в 2, можно смело вывести. Согласны? Вот так. И потом еще сутки поднимаем на 2. Все сокращаем на 2. Вот что у нас получилось. Уравняем реакцию. Диспропорционирование. Угу. Так. Целый час уравнивали. Уравнивали. Ну, давайте еще немножечко сделаем следующий шаг. Храбро. К нашему определению. Мы будем определять количественно. содержание альдегида. И сейчас будет, ну, для 9 класса достаточно безголовная вещь. Ну, для 10, наверное, попроще. В эту самую систему мы внесли в йод, мы внесли щелочь. В результате йод у нас превратился в два родственных соединения. С одной стороны, его восстановленная форма. С другой стороны, его окисленная форма. Окисленная форма, йодат, это сильный окислитель. У него электронов очень сильно не хватает. Он с большим удовольствием их отберет у того, кто будет слабо сопротивляться. Отбирательная сила йодата будет сильнее, чем сопротивлятельная сила альдегида. Поэтому йодат будет окислять альдегид. И это и лежит в основе гидометрического определения альдегидов. Так, Машенька, ну давайте писать. Свои графики? Нет, давайте писать реакцию. Ладно. Давайте писать плюс уксус на альдегид, потому что мы будем работать с уксусными гидами. Вот так. Саш-3. Саш-3, Саш. Ну давайте рисовать. А, мы структурно рисуем. Да. Вот это я и хотел бы предложить. Все-таки в органике рисуют обычно структурные формулы. Ничего не упустила, мы просто сегодня написали. Совершенно все правильно. Так, Саша, Марина. Понятно про альдегиды? Не очень. Понятно, лучше. Угу. Только в общем. Все это умеется. Угу. Давайте напишем сначала без всяких коэффициентов просто схему реакции, ну уравнение как-то схематично. Что у нас в итоге должно получиться. Так, ядат у нас является окислителем и он восстановится. Восстановится до какого состояния? Восстановится до, внутри, и вот так. Вот 4, кто сказал. Ну да, все правильно. Прямо 3, да? Угу. Угу. У нас становится, да? И 1. И там что должно еще получиться? Ну а при окислении альдегидов у нас что получается? Кислоты. Да. Какая в данном случае кислота? А еще славится? Газальдегида. Ой. Это что? Что сия значит? Уксусная. Да? Уксусная кислота. Ну вполне возможно что у нас там образуемся то, что и еще кое-что, и это кое-что, что там будет образовываться, мы сейчас, прямо не отходя от кассы, с вами и выясним. И выясним это мы, опять же, методами электронно-ионных полуреакций. Нам надо каким-то образом уравнять это уравнение реакции. Согласна? Начнем с ядата. Пишем все то, что у нас уже было в прошлый раз. Пишем первую полуреакцию. Ядат у нас превращается в иодиды. Давайте писать лучше в ионном виде, без натриев. Катионы все стирайте, они нам только будут доступ загрязнеть. И теперь у нас возникает тот же самый непраздный вопрос. Кислороды. Куда он отдаст кислороды? Угу. Кислороды? Угу. Кислороду он отдаст кислоту. Я предложил бы более простой вариант. У нас там все время присутствует вода. Присутствует? Угу. Смотрите. В бухгалтерии ровно та же самая, только вверх ногами. Вода. И некий кислород, который нам надо отдать. Ловкость рук и никакого мошенничества. То есть, избавиться от лишних кислородов мы можем вот в результате такой спекуляции. Подарить кислород воде, и она превратится в гидроксиды. Согласны? Но сходится? Давайте так и запишем. К механизму реакции это имеет весьма отдаленное отношение. Но, тем не менее. Некоторое количество вод у нас превратится в некоторое количество гидроксидов. Уравниваем. Маша, вот я вам только что нарисовал вот эту мою схемку клинику, да, что... Там было два ваших. Для того, чтобы поглотить один кислород, нам нужна одна молекула воды. Согласны? Одна молекула воды плюс один некий гипотетический кислород. Будем считать, что они... Получится 2 OH. Да, получится 2 OH. Здесь у нас кислородов гипотетических 3. 6 умножаем, да, получаем... Ой, 3 умножаем, да, получаем 6. Угу. И для этого нам надо 3 В, согласны? Да. Угу. Уравнивается? Ну, дядяна. Зато по-немножко простому. Вроде так. Вроде аккуратно. Окей. Так. Ну а теперь самое приятное. Степень окисления в органических соединениях. Больше лженауки в химии я вообще не знаю, как расставление степеней окисления в органике, потому что там настолько все притянуто за уши. Но, с другой стороны, окислительно-восстановительный процесс. Значит, степя окисления должна быть, а раз она должна быть, значит, мы должны ее найти. И так все это формальности. И сейчас мы в этом убедимся. Какая-то не просто формальность, а жуткая профанация. Так, одна полуреакция у нас осталась. Эта полуреакция, кстати говоря, какого процесса окисления или восстановления? Если электроны загораются, то это явно неизвестно. Окисления. И сейчас будем писать процесс восстановления. Восстановителем у нас будет областный алдеген, который он, восстановитель, соответственно, окислляется. Ага. Вспоминаем определение степени окисления. Что такое степень окисления? Это условный заряд атома от элемента, рассчитанный, исходя из того, что все связи ионизированы. И все электроны полностью переданы в рамках каждой отдельно взятой ионной связи. В данном случае, что мы можем сказать, водороды у нас всегда электроны только отдают, ну не всегда, конечно, в гидридах они их и принимают, но в данном случае это одни гидриды, поэтому водороды будут иметь степень окисления плюс 1. Кислород. Ну да. Ни одного второго здесь не видим, поэтому у кислорода будет минус 2. Так, эти тоже. У него одна же связь с другим кислородом, а считается, что брат у брата, ворон у ворона глаз не выклеит. Поэтому между ними, да, экономических взаимодействий не происходит. Ну а он это считать не будет, поэтому вот здесь тоже минус 3 получается. Минус, значит, 2 отдал сюда и 1 принял оттуда. То есть, эта связь у нас углерод-углерод, мы считаем, что ее как бы и нет, да, она не ионизируется, да, потому что это как бы простое соединение. Ну вот так, сейчас, да, вот. Какая степень окисления? Ноль, да, по определению степени окисления. Почему, кстати говоря, она ноль? Потому что при разрыве этой связи все электроны получают порогу. Почему при разрыве связи, при вращении ее в ионную, электроны распределяются не равномерно? Потому что у элементов разная электроотрясательность. То есть, разная сросток электронов. А когда два одинаковых атома, оно там еще видно одинаково. Поэтому между ними все должно поделиться по части. А здесь будет делиться не по-честному. Потому что один жаден, а другой не готов отдать. Поэтому, ну вот, считаем. Минус 1, никаких вопросов. Теперь давайте просто запишем эмпирическую формулу этого соединения. будет выглядеть она вот так вот. Огласны? Правильно я записал? Да, правильно. Давайте теперь посчитаем просто по формулу. Какая будет средневзвешенная степень окисления у йогона. Ну, плюс 4, да минус 2. Значит, минус 2 будет на двоих. Минус 2 на двоих, Маша. Значит, минус 1. Минус 1. Так, а здесь у нас получилось минус 1 и минус 3. И если усреднить, то будет минус 2. Ну, потому что там плюс 1 должен быть. Где? Ну, на том цепь. Вот на этом? Да. У него, его же окисляет кислород. Он у него забирает электронность, грязь становится положительным. А водорода дает 1. А, ну, конечно. Так же, Маша. Ну, я вам поверил. Не проверяю. Да. Вот что значит коллективный разум. Да. Теперь правильно. Плюс 1 и минус 3. В среднем что получится? Минус 2. А тут в среднем получается минус 1. А видите, какая химия? И это у нас еще очень простое химическое соединение. Представьте себе, здесь была бы, ну, хотя бы глюкоза. К слову сказать, а как в глюкозе считать в циклическом соединении? Кто куда перетягивает? Ведь цикл замкнется рано или поздно. Ну, ладно. Абокс нам. Так. И эта самая штука у нас превращается в уксусную кислоту. Ну, давайте здесь оставим степень окисления, исходя из структурной формулы. Кто кому что оттягивает. Так. И Слава к себе оттягивает по углероду. Два электрона оттащил. Этот тоже явно что-то оттащил. Согласны? Этот оттащил и отсюда, и отсюда. И в сумме получается 2. То есть углерод, вот этот, два отдал сюда, один отдал сюда. Согласны? Значит, его плюс три. Ну, да? Ну, отдал три электрона. Два отдал сюда, один отдал сюда. Сделалось плюс три. Ну, здесь, в метильном радикале, ситуация та же, что и тут. Что и в Ульдиведе. Ну, для метильного радикала ничего не поменялось. Итак, исходя из структурной формулы, у нас степень окисления изменилась с плюс одного до плюс три. Согласны? Ну, вроде как все логично. А теперь давайте посчитаем, исходя из эмпирической формулы. Кислороды минус два, водороды плюс один. Углероды? Ну, минус четыре на плюс четыре. Четыре ноль. А теперь смотрим. Насколько понятие степени окисления условная вещь, да? У нас эти цифры явно не совпадают. Здесь ноль, здесь плюс три. Здесь минус один, здесь плюс один. Однако, обратите внимание, у нас был плюс один, сделался плюс три. Два электрона. Согласны? Разница в два электрона. Здесь был минус один, стало ноль, но поскольку их по два, то с точки зрения всей молекулы разница опять залит. Для нашего с вами достаточно упрощенного взгляда на окислительно-восстановительный процесс, когда мы не вникаем в особенности механизма реакции, как это все происходит, да? Происходит оно явно совсем не так, как мы пишем на доске. Но у нас это все-таки схема, которая нам важно подбить бухгалтерию, то есть соотношение реагентов в этом самом процессе. И получается так, что отсюда и вот досюда у нас этот процесс реализуется через два электрона. Согласны? Ну, потихоньку, да. Ага. Так. Ну а, если посмотрим на эмпирические формулы, у нас с вами опять мы весело с вами думаем на тех же самых грабиках. Кислород. Откуда тут должен взяться кислород? Ну, мы с вами это только что проходили. Вода, которая возлагается, да. Ну, я бы скорее сказал, что если мы от гидроксида оторвем кислород, то у нас получится вода. Вот вам один гидроксид, вот вам второй гидроксид, вот они вместе, да? Один кислород от них отобрали, вот у нас получилась вода. Согласны? Да. Добавляем вот эту сладкую компанию гидроксид. Нет. Вот. А это взять? Ну, наоборот же. Почему? Ну, не воду, а гидроксид добавляем. Так я замечу, а я смотрю. Ну, это хочу умолчить тогда интересно. Я вас путаю тут с пиццом, а вы ставите и уже не хлопаете. Так, добавляем гидроксид. Так? Угу. Для того, чтобы нам зажилить один кислород и на выходе у нас получилось что-то более-менее осмысленное, да, то есть вода, нам надо два гидроксида. Согласны? Да. И тогда здесь будет еще водичка. А вот эти два гидроксида, это и получается как раз мы уже говорили про гидроксид, у него как раз сам не взяли. Можно сказать, что так, но здесь, короче говоря, Саша, я понимаю примерно, что вы хотите сказать, да, но сама по себе реакция пойдет по-другому через другие продукты. Это чисто по-бухгалтерски. Да, это чисто по-бухгалтерски, потому что гидроксиды, они у нас будут участвовать в формировании ядатов и при распаде ядатов, опять же, и при их формировании, и при их распаде будут возникать вот такие радикалы и вот такие ионы и радикалы. Итак, пирог со соединением будет промежуточным возникать. Это как раз вот те формы кислорода, которые реальнее будут участвовать в реакциях. Но сейчас мы это рассматривать не будем, потому что иначе я боюсь, что немножечко мозг у вас идет всюду. Пока у нас более упрощенная картина. Итак, вот у нас одна полуреакция, да, теперь давайте запишем все-таки вторую полуреакцию в более простом виде. Так, это у нас будет. Теперь, ну просто чтобы чисто это дело вспомнить, этот нехитрый фокус мы с вами уже наблюдали, но давайте проверим мои слова. Здесь раствор йода, это неизвестная щелочь, ну какая-то щелочь, просто проверим, что получается. Добавляем ее туда просто на глаз. Ну и еще немножечко. Ну и еще немножечко. Если помните, в прошлые разы у нас тоже полного обесцвечивания раствора не происходило, то есть некое количество недиспропорционированного йода у нас все равно в растворе захороняется. Но по большей части коричневая окраска у нас исчезла. И теперь, о, кстати, попробуем кумори это совместить здесь приятное с полезным. Завтра посмотрим, насколько там все щелочное. А вот фенолфтальинчик, который показывает нам, что да, среда в самом деле щелочная. Неизвестно, насколько щелочная, но, по крайней мере, PH больше, чем 8,2. Так, а теперь попробуем это дело все вернуть к исходному. Будем нейтрализовывать щелочь, которую мы туда добавили. И добавляем какую-то ной-нейм кислоту, но она явно кислая. Ну вот видно, как начинает выделяться йод, а фенолфтальин при этом, кстати, обесцвечивается. Так, ну видно, что фенолфтальиновая окраска исчезла. Так, из щелочной области мы вышли, йод восстановился. Вуаля! То есть все это работает на самом деле. Тут уж, как бы я не старался вас обмануть, но все произошло на ваших глазах. То есть это правда. Йод у нас диспропорционировал в щелочной среде. И при нейтрализации щелочной среды непонятно в какую кислую область мы ушли. Поскольку концентрация кислоты щелочей здесь неизвестна абсолютно. Но, по крайней мере, среда уже не щелочная и йод у нас там восстановился. Сейчас у нас с вами будет практическая часть, в которой мы проверим несколько важных моментов. Во-первых, мы проверим с вами, получается ли у нас равномерный раствор крахмала, если мы его отфильтруем на горячую. Как он будет работать в качестве индикатора. То есть это вполне практическая работа, не модельная. Мы проверим действительно, работает ли такой метод приготовления индикатора. И если все получается хорошо, то в дальнейшем мы и будем этим методом пользоваться. Ну, по крайней мере, я уж точно буду. Ну и вы, если в вашей практике возникнет необходимость каким-то образом использовать эту крахмальную реакцию, будете знать, что кисель надо не просто варить, а еще и фильтровать. На кухне достаточно смотреть, а в лаборатории придется отфильтровать. И тогда все будет очень-очень хорошо. И второй момент. И этот момент ключевой в нашем с вами определении. В нашем с вами определении концентрации альдегида. Сейчас все потер. Вы запомнили какие там ключевые моменты? Сначала мы берем йод известной концентрации, стандартной концентрации, приготовленный либо по навеске, либо из фиксанала. Этот самый йод с помощью добавления определенного количества щелочи мы диспропорционируем, получая из него частично иодит, частично иодат. Это происходит психиометрически, по тому уравнению, которое у вас уже записано. И в дальнейшем полученный нами иодат будет окислять альдегид до кислоты и соответственно иодат будет расходоваться. Если мы возьмем йод в заведомо избыточном количестве, то что у нас в результате получится? Это очень важно. Это то, что я пытался тогда объяснить Маше, но видимо моих объяснительных скиллов на это не хватило. Я попробую еще раз, и если вдруг это будет непонятно, вы сразу говорите, что непонятно. И мы попробуем это объяснить, что понятно. Какие там у нас были коэффициенты? Здесь, по-моему, было 3, а здесь было 5. Так? Вроде когда. Ну, проверьте по сравнению. Плюс там какая-то вода. Ну, так? Ну, а что у нас? Так. Потом. Это первая часть процесса. Вторая часть процесса. Это когда мы вносим туда нашу поделенную альдегид. Здесь я пишу таким образом. Те, кто еще мало отравлял свои юные мозги органикой, поясняют, что буквы R в органике обычно обозначают некий радикал. Любой. Ну, в данном случае это будет метильный радикал и, соответственно, все это вместе. Это будет ацеталегид или выпускный альдегид. Да? Но я пишу в общей форме, чтобы показать, что это может быть альдегид, но любой. Конечно, не совсем любой, но для многих несложных альдегидов все это будет совершенно справедливо. В результате у нас получается соответствующая этому альдегиду карбоновая кислота и иудиды. Иудиды. Так. И какие там у нас были коэффициенты? Да. И да. Первый аддегид на кислотой по троечке, правильно? Да. Так, это два последовательных процесса И если у нас изначально количество йода таково, что оно будет соответствовать количеству альдегида То есть 3 моля йода И мы к ним добавляем 3 моля йода, мы защелачиваем В результате получается моль йодата 5 молей йодида И потом в это же самое ядро, где у нас было 3 моля йода Мы изначальным движением роняем 3 моля альдегида В результате у нас все идет стихиометрически И в результате получается 3 моли кислоты и иодид И никакого йода Весь йод, все 3 моли у нас были потрачены Если бы у нас в этой системе присутствовал крахмал То сначала у нас была бы выраженная йод-крахмальная реакция Сине-зеленое окрашивание То под конец процесса никакой окраски крахмальной у нас бы уже не было И собственно говоря, йодной окраски этой мы бы тоже не увидели Определить бы ничего не удалось Но поскольку вероятность того, что у нас малярное соотношение Что мы попадем вот так вот прямо один в один Вероятность очень невелика А эту концентрацию мы не знаем Ну я знаю, мы ее уже определили другими Но знаю ее примерно, так скажем Плюс-минус там 50% А надо определить точно Ну, по крайней мере, я знаю в каком диапазоне нам искать Поэтому могу подобрать примерно диапазон вот этих концентраций Но в любом случае, чтобы нам что-то определить Нам надо ее взять в избытке Тогда в результате вот этой самой реакции У нас получится Допустим Мы возьмем йода здесь Не 3 моля А скажем 5 моля Тогда в результате вот этого самого защелачивания Мы возьмем щелочек Чтобы охватило на всех На 5 моля То есть тоже возбудки Согласны? Угу Ну, предположим, такую ситуацию Что щелочек у нас было такое количество Чтобы диспропорционировало 3 моля Если у нас щелочек больше Соответственно, у нас получится Больше и всего остального Там был коэффициент какой? Три, да? А я написал пять Нет, пятерки не подходят Считать тяжело Пусть будет шесть Пусть будет шесть Тогда у нас всего Если мы возьмем достаточно щелочек У нас всего получится сбор Согласны? Угу А свободного йода не будет Мы диспропорционировали Просто двойные количества Полностью Ну Ничего не изменилось Здесь у нас просто двойные количества И все И эти двойные количества Они явно больше, чем Количество альдегида Которое нам надо определить Ну В данном случае оно будет двойное Поэтому Когда проходит такая реакция У нас здесь Двойное количество иодата Согласны? Да? Вот мы идем Последователь Значит У нас здесь Останется еще Один ноль Иодата натрия Согласны? Ага Да Что мы делаем потом? После того, как у нас Произошло Все окисление Нашего альдегида До кислоты Мы Вот в эту вот систему Добавляем Кислоты Добавляем Пока Маша Саша Гуляли Да? Все на столе Я продемонстрировал Ну Это уже видели Да Вы Ахисты А потом Промпорционировали Я Диспропорционировал А потом Контрпропорционировал Вот 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 Смотрите Сейчас я делаю То, что написано В верхней строчке Вот Пожалуйста Йод Диспропорционировал На Ядит и Ядат Так Это У нас Написано В верхней строчке Вот Йод Окрашенный Коричневым Вот Ядат Ядит Бесцветный Да После этого Мы туда Добавили Альдегид Ядат Окислил Альдегид Для кислоты Это все там произошло Но Йода у нас там было В избытке И часть Ядата осталась Так? Еще раз подчеркну Что вот это количество Нам известно точно Известно? Да Мы этот раствор Готовили изначально Тщательно По стандарту После этого Мы берем Кислоту Добавляем ее в систему Вот она Эта кислота И вот это Уравновение Напомню Что это Равновесие У нас При добавлении Кислоты Оно Сдвигается В обратную сторону То есть В данном случае У нас идет Контрпропорционирование Ядата И И Ядида В кислой среде Обратно В йод Ага Да И Мы Получаем Некоторое Количество Йода Сейчас Считать Немножко Но У нас По этой самой Сейчас Записываем Вот эту Базовую реакцию Три йода В щелочной среде Превратилась В Ядат И Пять Ядинов Так То есть Как бы не было лени Придется пересчитать Из пяти ядинов И одного Ядата У нас получится Три молекулы Йода Угу Согласны? Угу Согласны? У нас При наших Подобранных Коэффициентах Здесь Получается Один моль Ядата Так И При этом В системе Присутствует Десять мали Ядида В результате Первого процесса Засчелачивания И еще Один моль Ядида Образовался При Окислении Альдикида Да И Образовался Вон Из одного Моля Ядата Согласны? Этот момент Понятен? Понятен В растворе У нас После всех Этих процессов Плавает Одиннадцать Молей Ядида И один моль Ядата В соответствии С этим самым Уравнением У нас Должно Получиться Из Моля Ядида И пяти Молей Должно Получиться Один моль Йода Согласны? Так и запишем Один Правильно? Ядата Один моль И Из Одиннадцати Забираем Пять И Получается Еще Шесть Молей Ядата Согласны? Да Всем понятно? Марина Вам понятно? Да? Ровно как в процессе Винклера При определении кислорода Мы Замыкаем Наш круг Там Мы использовали Иодит Да? Который Окислялся Кислородом воздуха До йода И Потом Мы Обратно Его Восстанавливали Нашим Титрантом Тиосульфатом Натрия Обратно До йода Да? То есть С точки зрения йода Прошел Полный цикл И Здесь У нас получается Ровно Все то же самое Только цикл Этот более сложный Потому что он Предусматривает собой Диспропорционирование На два продукта И Обратное Копропорционирование Из двух продуктов В один В результате всех этих хитрых манипуляций Что у нас получается Мы Получили В конце Нашего Процесса Один Моль Йода Ну Вот Один Моль Йода Мы Точно знали Что это Один Моль И Что у нас Шесть Вот Этот Моль Йода Мы Оттитуруем Тиосульфатом И определим Что да Он там один Значит После этого Мы можем сказать Что В нашей системе Было ровно Три моля Альтегида Вот Сущность Количество Йода Если У нас Здесь Будет Мы Определим Полмоля Йода Значит У нас В системе Оставалось Полмоля Йода Да Это Значит Что Из Двух Молей Йода После Немодействия Осталось Не Один А Только Полмоля Значит Что Альтегида Было В полтора раза Больше Не Три моля Четыре с половиной Ну Че Запутал? Ну Да Че-то Зря Я стал Про эти Полмоля Я Сейчас Тро Еще раз Повторяем Или Нет Или Оно Давайте Повторим Вы Травец Что Чтобы Болы Примерно Давайте еще раз повторю, вкратце, мы берем всего в двойном количестве, мы предполагаем, что у нас там 3 моли, но примерно другие методы не точно, мы это дело определили, примерно вот так, поэтому взяли всего двойное количество. В результате диспропорционирования у нас получилось 2 моли этого, 10 моли этого, ну все по уравну, в общем тут ничего хитрого нет, вот только что мы это делали с вами в стакане, потом мы знаем, что на окисление 3 моли альдегида надо 1 моль этого самого ядата, да, а в натуре у нас там их 2 моли, потому что мы взяли 2 моль, так, значит 1 моль у нас там осталось. не востребованных, 1 моль полностью потратился на это окисление, а 1 остался. Иодит и иодат, при совместном присутствии, когда к ним добавляется кислота, вот то, что я делал, добавляю в бесцветный раствор, они вместе объединяются и дают нам йод. Когда мы измерим количество вот этого образованного йода, оно будет пропорционально количеству этого самого иодата, избыточного. все, поэтому по определению йода, который у нас там образуется, мы можем сказать, насколько количество йода было избыточным, и поэтому только мы можем сказать, какая была точно здесь концентрация. Ну, все просто. Машенька, вам понятно? Теперь понятно? Теперь, когда все в мольте живы, понятно. Окей. Так, милые мои, этим мы с вами будем заниматься уже в следующий раз, потому что тут работа большая. А сегодня у нас чисто обкаточные такие штуки, тест-драйв. Значит, во-первых, мы попробуем, как работает наш кармал. И один еще очень важный, существенный момент. Полностью ли у нас восстановится йод при обратном его контрпропорционировании? Вот этот момент меня живо интересует. Потому что это очень важно для методики определения. И это мы сейчас с вами проверим. Это сделать достаточно неусловно. Так, что нам для этого потребуется? Потребуется, так, доброволец с крепкими руками. Ваня, могу я попросить вас поставить на столбе ветки. Угу. Вот эти вот, да? Нет. Вон те, вон. На столе, которые стоят. Угу. Так, играем в триферы и по этому делитесь. Угу. Так, играем в триферы и по этому делитесь. Так, обратите внимание, что бюретки эти на пятьдесят миллилитров. Да? Они большие. По этому делению в них двойные. Они большие. Может, можно с одной стороны съесть? Ну? Нет, с другой стороны. С одной стороны. С одной стороны. С одной стороны. С какой тут? Ну, если вот будет, то нужно вот так вот. Да, у нас будет. Сейчас будет. С другой стороны. Мы же пекровать будем не одновременно. Так, ну что там получается? Сейчас так вот это выглядит. Харааааааааааааааааааааааааааааааааааааа. Так, теперь для проверки нашей гипотезы мы будем делать два параллельных опыта. О – это будет опыт, К – это будет контроль. В опытную колбу мы будем проводить диспропорционирование, добавляем щелочь, потом добавим кислоту, а в контрольной колбе мы добавим такое же количество по объему, как щелочь и кислота вместе, чтобы концентрация у нас была та же самая, с учетом разбавления. И сравним количество йода в контроле и опыте, и в результате этого мы сможем сказать, полностью ли после диспропорционирования, контрпропорционирования к нам возвращается йод. Или часть его, злому духу, куда-то жертвуется и куда-то телепортируется в другую вселенную. Собственно говоря, это мы должны проверить, для того, чтобы сказать, что да, наша аналитическая система, основанная на противоположных процессах, то есть сначала мы ее диспропорционируем и потом возвращаем ее, реинкардируем ее обратно, что она работает адекватно и по пути у нас ничего не теряется. Ну, потому что вполне возможно, что часть где-то останется, в виде каких-то других соединений. Этого мы исключить не можем. Так, в опыт добавляю щелочь. Как и предполагалось. В контроль добавляю воду. Ничего не произошло. Что и требовалось доказать. Так, и теперь мы надо добавить туда числотушечки. Числотушечки. Так, где-то я заносился. Так, значок. Так, и теперь попробуем вернуть с использованием стандартных реактивов, стандартной концентрации. Ну, стандартных, известной нам концентрации. Да, вернусь обратно. Так, здесь должно быть 20,7,7,7. Так, и пока у меня здесь ложка есть. 21,1. 21, это 20,1. Так, вот тут, так. Так, где-то Менделеев ошибся в расчетах. Так, вот тут, так. Так, вот тут, так. Так, ладно, пока не поздно. Так, быстренько. Марина, вы уже это делали, вы уже набили руку, стали мастером своего дела. Так, давайте повторим с вами этот процесс, состоящий сплошь из одной только приятности. Полтора грамма, пожалуйста. Ну ладно, на шельсе бывает. Так, продолжаем разговор. Туда воды я уже налил, а сюда еще не налил. Так, вроде все же чистенько. Так, все повторили, все повторилось. Это очень-очень-очень даже хорошо. Так, теперь, для того, чтобы воспроизвести те условия, которые у нас будут потом при определении, нам нужно будет по 50 водички в каждую колбу. Так, беретки все готовы, да? Отлично. Угу. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Громкий молодый А вот и нет Крахмал Ага И никаких вам козявок Вот вам один Вам опытная проба Начинаем отравать опытные пробы А дальше Принимаемся за контрольные Понятно, что опытные у нас будет больше всего Начинаете? Угу Тише, тише Тише Все Там такое адовое количество Сколько? Фиксируйте объем Совсем по чуть-чуть Совсем по чуть-чуть К минуту 6 или 7 1,4 1,4 1,4 На втором посту тоже что-то получилось 0,8 0,8 0,8 1,4 0,8 1,4 Вопросик ставлю сюда Могли немножко перететровать Так, ну самое главное Что с этого же объема Теперь давайте Контрольные пробуйте Травить Травить Да Травить Отлично Вопросик А он посинее должен или что? Нужно бы светиться Ок Да мы близко Так Да не, вот Еще А ты-то Вот Еще Итого 3,8,5 я бы сказал 3,8 Опытные пробки только пожалуйста пока не выливайте Так слушаю Ничего только не выливайте ради бога никуда Итак Давайте Сколько? 3,9 3,9 это с учетом 1,4? Это я с учетом А Да с учетом Тогда получается 2,5 Давайте да Сразу расход будем записывать Так Малин Малин 3,6 Это с учет Из этого надо вычесть 0,8 Правильно? 3,6 Если 3,6 минус 0,8 Это 2,6 Так А Здесь было Так Запишу-ка я на всякий случай 3,6 Здесь Здесь 3,6 Сколько По беретке 3,9 Угу Так И У нас 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3 А Угу 3 Угу Так А теперь И теперь сделаем еще одну небольшую хитрость Так, там был 21 и еще надо 26 И тогда это будет похоже на правду Дайте мне цилиндры, дайте мне пожалуйста Спасибо Так, это опытная, да? Оп, вуаля, затруйте дальше Ловкость рук и никакого маженничества Потихоньку Все-таки попытаться усидеть сразу на трех стульях Это не будет Помельнее Помельнее Зато я вам демонстрирую эту непроходящую бальгер Ну давайте А вот теперь получится Вот Кажется, по каплю затрону Можно по две Стой Оп, во Угу, так Давайте, господа хорошие Слушаем ваш результат Результат Сначала номинальное значение, да, на безметке, а дальше будут считать на пять Слушаем А, ну да Просто пять, это сейчас, если вычесть три идеи, то получается Если ничего не высчитать, просто на бюретке, а дальше пять Так, если вычесть, то будет 2 и 1. 1 и 1. 1 и 1, конечно. Так, Марина, я есть внимание. 5 и 6. Так, 5 и 6. 5 и 6. А если вычесть, то будет 2 и 2. Это много? Хм. Большой разброс. Так. Саша, Маша, Полина, Ксюша. 5 и 7. 5 и 7. И это было от 3 и 8. Да, сейчас. 1 и 9, правильно? Да. 1 и 9. Скажу вам сразу, в чем заключалась здесь хитрость. Почему я тут бегал и суетился. Потому что я немножечко ошибся и кислоты добавил меньше, чем надо. Но потом спохватился и в опытную пробу добил недостающее количество кислоты. Которую надо было добавить до тетрования. То есть, вы оттетровали опытную пробу как бы частично, а потом я ее довел до кондиции. Доварил. И вы ее до тетровали. То есть, тетрование опытных проб у вас происходило в 2 этапа. Теперь, что же у нас получилось. Да. Давайте это запишем. Этот момент. Ну, собственно говоря. Я почему вам всегда говорю, да, что ошибаться это не стыдно. Не ошибается кто-то ничего не делает. Вот я ошибся, это еще не один раз сегодня. Но вовремя спохватывался. И на ходу все это дело мы по-быстренькому исправляем. И так. Здесь у нас расход по контрольным пробам. Нет. Здесь у нас расход по опытным пробам. Часть первая. Здесь у нас по опытным пробам. Для того, чтобы нам высчитать реальные расходы цитранта, у нас эти значения должны сложиться. И получается у нас такая цепочка значений 2,5, 2,8, 2,7. Так, это опыт. Контроль. 2,5, 2,6, 3,0. Так, слабо среднее посчитать. 2,5, 2,6, 3,0. 2,7. Ровно? Да. 2,7. Так. И 2,5, 2,8, 2,7. 2,6. 2,6. 2,6. 2,6. 2,6. Т.е. Даже не проводя статистической обработки наших данных, могу сказать, что достоверного различия здесь нет. Итак, что у нас получилось в результате нашего нехитрового эксперимента? То, что в контрольных пробах, по сути дела контрольные пробы это что? Это просто раствор йода, в который я его разбавил, так как опытную пробу, и потом добавил туда ровно столько же воды, сколько добавлялось по объему кислоты щелочей в опытную пробу. Так? Т.е. это раствор йода, который у нас просто потихонечку разбавлялся. Т.е. это исходное количество йода, которое было у нас здесь. Но в опытных пробах к йоду мы добавляли сначала щелочь, а потом кислоту. При этом все объемы у нас были те же самые. Концентрация йода исходная была одна и та же, добавлялась из одного флакона все. И в результате диспропорционирования и обратного контрпропорционирования йода, вот по этим вот процессам, этому, этому, этому и вот этому приводящему обратно, у нас получилось то, что концентрация йода исходная и концентрация йода полученная после всех превращений, статистически не различается. Это значит, что в результате наших манипуляций с йодом туда-сюда йода сколько было в итоге, столько же его потом, после всех превращений, к нам и вернулось. Закон сохранения сработал. Руки у нас на месте. Ошибки свои я успел исправить, не слезая с велосипеда. Поэтому мы все можем друг друга поздравить с успешным окончанием эксперимента. И это еще дополнительно означает то, что в практическом использовании этой методики для определения концентрации альдегида у нас будет меньше на одну стадию. И это очень хорошо. То есть мы только что наработали, ну можно сказать, придумали методику. На самом деле такой методики, такой прописи нет. Я ее сам придумал. На базе существующего метода. Я его модифицировал и добавил кое-какой отсебятинки. И в результате этой отсебятинки у нас получился работающий, ну это мы еще проверим конечно, но я надеюсь, что он сработает, воспроизводимый метод. И мы это только что достательно подтвердили. Ура! Дорогие друзья, вы настоящие химики. Я вам очень горжусь. И в следующий раз наш эксперимент будет достоин, ну как минимум, мобильской. Ура!